Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня видео будет посвящено отдельному, большому, громадному, жирному просто мифу, связанному с тем, что у меня нет денег на инвестиции, а если есть, то это небольшие, у меня зарплата там 5, 10, 70 тысяч рублей, и что там 10% все говорят, да, я со своими 5 тысячами рублей денусь, когда отдельная акция может стоить там и 17, и 20 тысяч рублей, у нас нефть-преф вообще под 100 тысяч стоит, да, то есть как я это смогу купить. Поэтому я не буду, инвестиции требуют очень много денег, поэтому я буду искать, где это можно сделать побыстрее, чтобы у меня был больше капитал, буду давать кому-нибудь в долг давать, или вообще не буду инвестировать, да, то есть вообще куплю что-нибудь в кредит, но дело купить айфон в кредит, когда доллар был 30 рублей, а сейчас он 100 рублей, да, то есть я заработал на айфоне, если я его сейчас в рублях продам, у меня будет денег больше. Не, ребят, на самом деле есть и такие рассуждения, ну хорошо, не айфон, с машинами многие так рассуждают, да, то есть я купил машину там, я не знаю, 5 лет назад, а сейчас если ее продам, она в рублях будет стоить еще дороже, да, то есть никакой амортизации нет, я говорю, окей, вопросов нет, никто не спорит. Но альтернатива, если тебе понадобится новая машина, ты же уже не сможешь ее купить по ценам, которые стоили 5 лет назад, ты же будешь покупать по текущим ценам, ну как это грубо, наверное, будет сказано, не будем делать мозги друг другу, да, мы все здравомыслящие люди понимаем, и суть сегодняшнего видео, как раз-таки я хочу рассказать про то, как мы себя переоцениваем на коротком промежутке времени, недооцениваем на длительном промежутке времени, потому что, когда вы идете по второму пути, лучше я буду тратить. Я не могу откладывать, я не знаю, куда вкладывать, это требует очень больших денег, какой смысл, даже если я зарабатываю 20%, хорошо, с 5 тысяч я заработаю 20%, ну что это такое, что я с этой тысячей сделаю, да, то есть неинтересно. Поэтому я вот ипотеку оформил, там ежемесячный платеж 40 тысяч рублей, мы вдвоем получаем по 50, 100 на двоих, вот 40 тысяч будем платить ипотеку, зато свою, зато квартира своя будет. Через 30 лет выплатим, да, и будет у нас эта квартира, она в цене вырастет, и будет все у нас хорошо, и будет все замечательно. Многие, я знаю, многие берут ипотеку, да, потому что это опять переоценить, недооценить себя на длительном промежутке времени, и переоценить себя на коротком промежутке времени. Да, вы таким образом, взяв ипотеку, вы получаете дисциплину, вы получаете не просто дисциплину, вы получаете требования банком, да, для того, чтобы это платить. Вы получаете требования банка не только, что это надо платить, а еще и требования банка, что это все надо страховать, и объект залога, и свою жизнь. Вы фактически получаете, что есть кто-то третий, который говорит вам, что и как делать. И причем вы еще переплачиваете в два раза. По-разному можно считать, люди начинают считать, насколько вырастет недвижимость, насколько будет переплата, какая будет инфляция за этот промежуток времени. Все это нивелируется, не спорю. Ребят, но при этом нужно понимать, что при текущих ставках по ипотеке, которая есть, да, вы переплачиваете, переплачиваете в два раза. То есть получается, за мнимую дисциплину вы делаете две цены. Еще более простым языком, за мнимую дисциплину вы, по сути, расплачиваетесь еще одной такой же квартирой. Ну, то есть вы могли бы там при прочих равных условиях, и тогда возникает вопрос, вам нравится квартира, все классно, все замечательно, у вас нет дисциплины, вы покупаете ипотеку, вы это все выплачиваете дисциплинированную, и все у вас это инвестируется, она сама у вас выкупается по себе. Но вот наложить на себя все вот это вот ярмо, и альтернативой у вас может быть плюс еще один такой актив. И тогда вопрос, может быть все-таки посмотреть это видео до конца и понять, что даже 5000 рублей в долгосрочном периоде, опять же, что значит долгосрочный период? Моя практика показывает, 3-5 лет, если не меняются доходы, суммы ежемесячного платежа остаются идентичны, за 5 лет вы формируете такой размер капитала, который позволяет вам получать денежный поток, равный объему ваших инвестиций. Сейчас разберем это все непосредственно на плане, порисую. Но еще раз, в качестве примера, если вы вкладываете, ну то есть, чтобы было понятно, почему данное видео смотрит до конца, вы, например, зарабатываете в семье 100 тысяч рублей, 10% это 10 тысяч, 5 лет. То, что мы сейчас разберем, в итоге позволит сформировать капитал с 1,2 млн, который обеспечит доход в районе 12 тысяч рублей в месяц. Что такое 12 тысяч рублей по отношению к 10 тысячам рублей? То есть, через 5 лет у вас будет коммерческая корова, которая будет вам генерировать денежный поток в 1,2 раза превосходящую сумму ваших ежемесячных вложений. То есть, таким образом, получается, что через 5 лет вы уже будете вкладывать в месяц 22 тысячи рублей, которые будут составить из ваших продолжающихся 10 тысяч рублей плюс 12 тысяч рублей денежного потока. Через 5 лет, которые каждые 2 года будут удваиваться. Вот то, о чем хочется сегодня поговорить. Поэтому смотрите обязательно данное видео до конца. Мы продолжаем. Люди же опять как размышляют? Они примерно так и размышляют. Чтобы зарабатывать на акциях, нужно хотя бы 1500. Окей, давайте не про 500 тысяч говорить, давайте говорить о том, что, например, средняя зарплата 50 тысяч рублей, а 10% направляю на инвестиции. 10% на инвестиции, это получается 60 тысяч рублей в год. То есть на 60 тысяч рублей в принципе можно купить акции новотека при прочих равных условиях, если мы говорим про отдельно взятую акцию. Если способностей нету, если желания нету, если не хочется разбираться в выборе отдельных акций, есть два пути. Тоже там сказал один раз два путя, меня там заплевали все. Я говорю, ребята, вы просто анекдоты не знаете про два путя, поэтому посмотрите, тогда вам станет понятно, что речь. И первый путь, у меня есть проект, где я детям создаю капитал в миллион долларов. К нему можно просто присоединиться, вкладывать по 10 тысяч рублей в месяц и, соответственно, покупать то же самое, что я покупаю своим собственным детям. Ссылка на мастер-класс внизу, можете пройти и посмотреть. Второй путь, купите просто индексный фонд. То есть, если покупать индексный фонд, мы вот очень много говорили про облигации. Например, через фонды облигации можно не выбирать конкретно облигацию, а просто купить фонд. И все эти профиты, про которые было столько, в последнее время сказано, можно через фонд облигаций, например, реализовать. Просто посмотреть, у кого наименьшие расходы, транзакционные издержки на управление. Здесь получается, мы посчитали, в предыдущих видео, то есть 30% можно получить. Окей. Что получается? У нас получается, есть семья, два человека. По 50 тысяч рублей они зарабатывают. Получается 100. По 10 тысяч рублей они ежемесячно откладывают. По 10 тысяч ежемесячно 120 тысяч рублей в год. 10%. 0,1% это 10 тысяч рублей. То есть 10 тысяч рублей через 12 месяцев превращается в 120. Соответственно, 120 на 5 лет. То есть путем простого накопления это будет 600 тысяч. опять же люди скажут, что такое 600 тысяч за 5 лет вообще ни о чем. Но опять, мы к чему приходим? Что для каждого человека, у нас же два человека, для каждого человека стоимость этого составила 5000 рублей. 5000 рублей, ну как бы ни о чем. Но 5000 рублей превращаются в 600, это путем простого накопления. Мы же говорим, что у нас удваивается за 5 лет, да, то есть таким образом еще 600 тысяч. Опять, тут о гарантии доходности никто речь не ведет, да, ну то есть мы сделаем не такое предположение. У нас получается 1 200 000. Соответственно, если у нас 1 200 000, по купону по-прежнему имеем целевую доходность там в районе 12%, получаем по 12 000 рублей, получаем купон ежемесячно. То есть с 1 200 000 доходность у нас 12%, 12 000 рублей в месяц, потому что это получается 12% 144, 144 делим на 12, получаем 12 000 рублей в месяц. Мы по-прежнему по 10 инвестируем, продолжаем инвестировать, и плюс 12 000 рублей, которые нам приносит наш портфель облигаций. Получается 22 000 рублей. За 5 лет, очень маленькими шагами, по 5 000 рублей, мы фактически сформировали денежный поток, который в 1,2 раза превосходит наши собственные инвестиции. Мы увеличиваем размер капитала не за счет собственного активного дохода, а за счет того, что у нас есть небольшая коровка в 1 200 000, которая нам начинает более половины денег, которые мы начинаем направлять на инвестиции. Что у нас в этом случае получается в следующие 5 лет? То есть мы продолжаем по 10 000 рублей вкладывать, плюс реинвестируем купоны, получается 22 000 рублей в месяц. 22 умножаем на 12, получаем 264 000 рублей в год. Соответственно, за следующие 5 лет это без реинвестирования вот этих, без прибыли. Получается 1 320 000, плюс 1 200 000, которые были до этого, наши коровы. Вот у нас корова за следующие 5 лет выросла еще в 2 раза. С той же доходностью 12% в месяц это получается 25 000 рублей. Поменялось ли что-то для людей? Не поменялось. То есть они как по 5 000 вкладывали каждый, так и продолжают вкладывать. Но уже общий совокупный денежный поток в районе 25 000 рублей. Опять же, сейчас кто-то начнет, говорит, Максим, какие-то очень корявые измышления, где дисконтирование денежных потоков, где изменение процентной ставки, где падение доходности облигации, роста доходности облигации. Все на коленке посчитано, даешь какие-то несбыточные ожидания, сейчас у людей сформируется все неправильно, они, соответственно, все потеряют и вообще в какой-то блуд ты вгоняешь. Я говорю, окей, стоп, ребят, я вас слышу, вопросов нет. Какая есть альтернатива? Ну, то есть, при прочих равных условиях. Ключевым моментом во всей этой истории, во всей этой истории являются ключевым моментом, что у нас зарплата 50 000 рублей у каждого и могут от нее и могут от нее только 10% направить на инвестиции. Все. Это ключевой параметр. И, соответственно, что говорит человек? 5 000 рублей ни о чем. Ну, то есть, я не вижу смысла 5 000 рублей инвестировать. Не вижу никакого смысла, потому что это не приносит никаких денег. Я показал, да, то есть, какие цифры это выливается через 5-10 лет. Какие еще у человека могут быть варианты? Биткоин купить, доллары просто покупать. Ключевой момент, что люди себя, ну, как я всегда люблю повторять, люди себя переоценивают на коротком промежутке времени и недооценивают на длительном промежутке времени. Вот это я показал историю. В чем заключается переоценка себя на коротком промежутке времени? Да, лучше я в хайп какой-нибудь вложу. Он там обещает 2% в день. Нету. Лучше я биткоин куплю. Не выдержал он трейдинг, то есть, еще что-то. Ключевой момент заключается в том, чтобы здесь, вот здесь, чтобы даже эти 5 тысяч рублей, они уже обеспечивали денежный поток. Кто-то скажет, недвижка, я говорю, ну, ребят, еще раз, у нас условия-то сохраняются. То есть, человек может 5 тысяч рублей потратить в месяц. Ну, окей, 10, если 2 человека, если это семья. При стоимости 1-комнатной квартиры в Москве 10 миллионов, сколько они получаются будут копить? Опять же, кто-то говорит, в ипотеку взять, выкуплю. Окей, в ипотеку выплатите 20, если это льготные. То есть, 10 миллионов банку заплатите. По себе заметил, когда человек начинает заниматься инвестициями, немножко меняются мозги, он по-другому смотрит на свою работу. Чем я занимаюсь, как я занимаюсь, что непосредственно можно получать. И здесь, опять же, вопрос в том, что инфляция есть? Есть. Инфляция будет индексировать заработную плату, будет индексировать заработную плату. Соответственно, индексация заработной платы будет влиять каким-то образом на актив. Возвращаемся, к примеру, со столом. То есть, например, стол продавался за 100 тысяч, высокая инфляция сейчас продается за миллион. То есть, получается, если я собственник производства мебельного, то увеличивается ли у меня номинальное количество денег, которое я получаю из-за того, что инфляция идет? Конечно, увеличивается. То есть, фактически, таким образом, производя реальные предметы какого-то реального мира, материального, я в этом случае могу стерилизовать инфляционные издержки в цене товара. Когда люди говорят, за миллион у тебя его не купят, подождите, если будет инфляция такая, и индексация заработной платы тоже будет, потому что всю заработную плату получают рабочие, которые создают этот стол. И таким образом, получается, я могу переложить инфляционные издержки на потребителя. Я привел пример с облигациям, с акциями, еще более интересная история, потому что как раз-таки акции, это фактически та история, которая позволяет вот эти инфляционные издержки нивелировать. Потому что, опять же, почему задал вопрос с Новотеком энергообеспечения, то есть у него есть там завод по сжижению природного газа, у него есть контракты, есть кто это экспортирует, может этот газ куда угодно привезти, лишь бы пустили, опять же. Но опять есть дружественные страны, кому энергоресурсы непосредственно нужны будут. И тогда возникает вопрос, сможет ли он переложить издержки? Да, наверное, сможет. То есть, посмотрите цены, по каким европейцы сейчас оплачивают свои коммунальные издержки. Пока это финансирование правительством идет, то есть нивелирование, субсидирование, но как долго они смогут это производить? Поэтому вопрос связанный с тем, что я не буду заниматься инвестициями, потому что у меня мало денег, потому что нет никакого смысла. Это один из самых жесточайших, глубочайших мифов, которые есть. Самая простая история, говорю, которая может быть посмотреть, как я это делаю для своих детей и может быть присоединиться ко мне. Вторая история заключается в том, просто покупать индексные фонды. Но это отдельная история, тоже говорю, что про это поговорим. Почему я смотрю позитивно на российский рынок ценных бумаг? Поговорим об этом в следующем видео. Я же сегодня с вами прощаюсь, а чтобы не пропустить это видео, обязательно подпишитесь на канал, колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео и там, соответственно, поговорим, почему я на российский рынок смотрю достаточно позитивно в следующие 3-4 года. На связи был Максим Петров, пока-пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok